МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствую дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Даже когда стоит такая пасмурная, дождливая, тоскливая погода, как сегодня, на улице можно заметить то, что обязательно поднимет вам настроение. К примеру, вот такую картину. Когда мы увидели эти симпатичные зонтики, то невольно начали улыбаться. И тут же поместили этих милых девочек в кадр с сегодняшнего дня. Не сказать, что лужа рядом с домом номер 17 по улице Инженерной слишком большая. Вовсе нет, обычная. Но дело в том, что лужа эта здесь всегда. Даже когда на улице стоит хорошая сухая погода. Так что людям приходится искать обходные пути. Либо через автопарковку и полисадник у дома, либо по проезжей части. И даже объяснять не нужно, что второй вариант совсем небезопасный. Ведь дорога здесь узкая, что называется, не развернешься. А автомобилистам теперь приходится ее делить с пешеходами. Примерно такая же история и рядом с 50-й школой на улице Ким. Только лужа занимает здесь практически весь тротуар. И снова истоптанные вдоль и поперек газоны, люди, выбегающие на проезжую часть и переходящие дорогу в неположенном месте, дабы оказаться на другой стороне улицы Ким. Конечно, такие сюжеты лучше снимать в солнечную погоду. Но кто его знает, когда она вновь наступит. Так что в детский сад номер 227 мы все же решили приехать. Дабы показать вам, какую красоту воспитатели соорудили на детской площадке. Символично, что на избушке бабы-яги лежат осенние листья. То есть картинка как бы соответствует сегодняшней погоде. С того времени, как в Перми начала распускаться сирень, у горожан появилось еще одно занятие. Искать многолепестковые цветы и загадывать желание. И безоговорочную победу в этом деле одержала Наталья Грачева, которая нашла вот такое чудо – цветок с 11 лепестками. На этой позитивной ноте заканчивается наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Группа дежурной по городу ВКонтакте также в вашем полном распоряжении. Мы же на этом прощаемся. Хорошего вам настроения, независимо от капризов погоды. Удачи и до скорой встречи.